За звание лучших на молодежном первенстве борются 10 команд из Москвы и Подмосковья. Всего предусмотрено 6 туров, которые проводятся с апреля по октябрь. Формат 5 футболистов в поле и 1 на воротах. Команды поочередно выходят на траву и играют согласно турнирной таблице. За 15 минут, которые отводятся на каждый матч, спортсменам нужно продемонстрировать умение быстро, технично бегать и передавать точные пасы. Навыком результативно бить поворотом отлично владеет Дмитрий Евсичев из команды Московского городского открытого колледжа. Пусть это не профессиональный спорт, но и сам парень и его напарники серьезно относятся к своему увлечению футболом. И результат не заставил себя ждать. Эта сыгранная команда – фаворит турнира. Годы тренировок, во-первых. Во-вторых, где-то еще тренируюсь, националь. Параллельно с этими проходят тренировки, игры всякие. И вот не пропускаю. Колледж. Каждый ездил раз. И вот такого добились результата. А 19-летний Сергей Штыков из Развилковского клуба «Московия» приезжает на первенство уже во второй раз. Спортсмен признается, что для него это отличная возможность почувствовать вкус игры на траве современного поля. Тут все на высоком уровне. Соперники здесь все сильные, здесь все ребята играющие, которые были в спортшколах многие. В принципе, все игроки сильные, все хочу похвалить, все молодцы. Впрочем, это не только соревнования, но и шанс. Шанс для каждого юного спортсмена быть замеченным. Организаторы турнира всегда в поиске талантливых игроков для профессиональных футбольных команд. Ребята с каждым годом улучшают свое качество игры, что позволяет кого-то даже приглашать в наши футбольные коллективы главные в городе. Это футбольный клуб «Металлург» видное. И мини-футбольный клуб «Видное развитие». Для них это, конечно, большой для ребят старт. Призерами молодежного первенства стали команды «Марс» и Академия МЧС. А лучшими – футболисты Московского городского открытого колледжа. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.